Пенсионеры и представители общества инвалидов Мирненского района поднимают вопрос открытия службы социального такси. В городе уже усуществует подобная услуга, однако обслуживает она не всех. Субсидий на содержание специализированных автомобилей нет, поэтому поддержать идею ни власти, ни предприниматели не спешат. Подробности далее. Дорога до поликлиники занимает два часа, а без тросточки еще дольше, рассказывает инвалид первой группы Ахмед Ахметьянов. Постоянно вызывать токсин накладно, приходится лечиться с помощью физических упражнений. Ноги стали отставать, как говорится. Потом расходить-то надо, поясница болит. Ну все, болит тело. Аж вот недавно еще шлепнулся, сейчас грудь болит и плечо болит. Вот почему я за топор и взялся. Инвалидам и пожилым хочется выходить из дома не только в больницу, но также в магазин, на почту или на концерт. В таких случаях социальное такси стало бы настоящим спасением. Социальные учреждения, как больница, почта, находятся далеко, разрозненно. И 130 рублей поездка, это уже накладно. Идея запустить доброе такси зреет давно. С предложением создать специальную службу к органам власти и предпринимателям обратились представители общества инвалидов еще несколько лет назад. Но поддержки так и не нашли. О том, что специальный извоз необходим, говорят и сами таксисты. Но пока возможностей у них, а может и желания нет. Тем не менее, первый шаг к доброму делу сделан, считают районные власти. На сегодняшний день в рамках ведомственного целевой программы социальной поддержки населения Мирненского района предоставляется льготный проезд для некоторых категорий граждан. Применяются различные скидки, различные компенсации по межселенным перевозкам. Инвалиды и пожилые хотят быть социально активными, однако это получается не всегда. Как сделать их жизнь комфортной, когда машины с шашечками заработают для этой категории граждан?